Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал 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 DimaTorzok 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 Шилбек Свиноддакур написал столько много прекрасных песен для нас. В сборнике песен Вашнавов есть песня Вашнава-Токура, взятая из текста Шаранагати. Шаранагати означает предание. Вы изучаете Бхагавад-гита. Лорд Кришна говорит о предании. В 18-м, 65-м. Сарва-дармам-парагешна. Вы знаете, правильно? Кришна говорит о предании. Кришна в Бхагавад-гите говорит о предании. В 16-м главе Бхагавад-гиты, 65-м стихе, Он говорит, предайся Мне. И мы задаемся вопросом, что значит предайся Мне. И в комментарии к этому стиху Шрила Прабхупада упоминает шесть пунктов предания. На самом деле ты находишься в читании Чаритамрити, эти шесть пунктов предания. Шрила Прабхупада взял их оттуда и поместил их в комментарии. И первым является принимать все благоприятное, то, что является благоприятным для преданного служения. И что является благоприятным? Киртан является благоприятным. Общение с преданными. Паломничество, посещение фестивалей, храмов. Устраивали вы здесь замечательный фестиваль джанмастами? Вы не были здесь, да? Вы были здесь? Да. Вы были здесь? Вы были здесь? Маленький фестиваль. Маленький фестиваль. Где? В йога-центре? Я на улице была. Сиротле. Сиротле? В автомобиле? Сиротле? Нет, нет. REMа, оно отут sketches. Сирот jailа? Именноçoит кады. Мы хотим спросить, где мы устраивали фестиваль с жан-мастами, и мы говорим, что это было в беседке. На улице. Арбор, павильон. Это как арбор или павильон. Павильон? Да. Это было много. Это было очень warm weather. И много гостей. Многие люди приходят. Я был здесь один год. Мы были фестиваль в отеле. Это был самый большой Благовещенск в городе на тот момент. Это еще один из самых крупных отелей в Азии. И я также был здесь. Мы были фестиваль в йога-центре. И другой раз, когда я здесь был, мы отмечали в йога-центре. И это было замечательно. Многие люди могли. Был замечательный праздник. Пришло очень много людей. Итак, праздники, они очень благоприятны. Они помогают нам в нашем сознании Кришны. Мы любим праздники. В течение Картики проходят праздники Гаврадхана Пуджа. Также день ухода Шрилы Прабхупады. Это очень благоприятно для преданного служения. Итак, это был первый пункт. Благоприятно для преданного служения. Принимать все благоприятное. Когда происходит праздник, вы обязательно должны прийти, вы должны участвовать. Нужно принимать участие в служении. И если первое – это принимать все благоприятное, то второе – ототвергать все неблагоприятное для преданного служения. И то, что является неблагоприятным – это мясоедение, газантные игры, спекуляции, незаконный секс. Общение с непреданными – это также неблагоприятное для преданного служения. Ходить в кино и смотреть фильмы – тоже неблагоприятно для преданного служения. Смотреть фильмы – тоже неблагоприятное для преданного служения. Эти вещи не благоприятны. Это были первые два пункта, а третий пункт – осознавать, что только Кришна поддерживает нас. Иногда приходит такая мысль – помолиться полубогам, чтобы они как-то нам помогли. Например, как Нанда Махарадж, он собирался проводить пуджу Индри, потому что он дает дождь. Если не будет дождя, не будет травы для коров. У Нанды Махараджа было 900 тысяч коров. Нужно очень много травы, чтобы прокормить такую стаду. Поэтому он хотел провести Индрия-Ягию. Он хотел провести Индрия-Ягию. Каждый год они проводили эту ягию для того, чтобы удовлетворить Индрию, чтобы он дал дождь, чтобы была трава для коров. Коровы тогда будут счастливы, у них будет свежая, сочная трава. Но Кришна сказал, что не надо служить этому Индрию. Так как Нанда Махарадж и жители Вриндавана, они преданные Кришне, Кришна не хотел, чтобы они служили полубогам. Он хотел, чтобы они оставались в сознании Кришны. И он убедил Нанда Махараджа не проводить эту ягию. Конечно, Индрия очень разозлился. Послал облака, чтобы разрушить Вриндаван. Но Кришна поднял холм Говардхана и держал его 7 дней и 7 ночей. Индра был побежден. И тогда он почувствовал смирение, стал смиренным. И тогда он предался Кришне. Итак, третьим пунктом является понимание, что только Господь может поддерживать нас. И нам не нужно обращаться никому другому. И тогда четвертым пунктом является понимание, что только Господь может защитить нас. Мы все хотим быть в безопасности, мы ищем защиту. И только Господь может дать это приближище. Никто, кроме Господа Кришны, не может нас защитить. Мы ходим к врачам, чтобы они защитили нас. Мы принимаем целую кучу лекарств, чтобы они защитили нас. Мы думаем так, что моя семья меня защитит. Мы даже держим собаку для защиты. Здесь кто-нибудь держит собак? Это очень распространено, чтобы люди держали собак. Я был в Китае, и там по воскресеньям. Собачий день. Все приводят собак. Столько собак. Люди думают так, мы лучше заведем собаку, чем ребенка. Ребенок — это сложно, это дорого. Проще завести собаку. Мы должны понять это, что только Кришна является нашим защитником. Собака тебя не защитит. Можно заниматься йогой, но и она не защитит. Вы все равно будете стареть, болеть и умирать. Поэтому нужно предаться Кришне. Итак, Кришна — это тот, кто нас поддерживает, и тот, кто нас защищает. Пятым пунктом является, не иметь никаких желаний, не связанных с Кришной. У нас много желаний, хочу это, то, но мы должны принимать только то, что Господь хочет от нас. Мы должны принимать Его волю и понимать, что Он контролирующий, не я. Мы все пытаемся быть контролирующими. Но когда мы предаемся, мы понимаем, что Господь контролирующий. Позвольте Господу, Кришне, что происходит мне. У нас не должно быть никаких других желаний, кроме желаний Господа. И then the final, the sixth item of surrender, is we should always be meek and humble. We should be gentle, in other words. We should be gentle means to be kind. Soft, not hard. In the Bhagavad Gita, maybe you know this verse. This is a verse from the fifth chapter. Lord Krishna is describing Paramatma Vada. In the fifth chapter, Lord Krishna says, A learned person will see with equal vision a learned and gentle brahmana, an elephant, a cow, a dog, and a dog eater. В этом стихе говорится, что ученые браманы смотрят на всех одинаково, несмотря на то, что это будет какой-то образованный браман, разревший личности. Они смотрят на одинаково на брамана, на собаку, на собакоеда, на корову. Lord Krishna describes the Brahma as Vidya Vinaya, that he is learned and he is also gentle. He is not hard. He is a kind, loving person. And in this verse, Krishna describes the Brahma as Vidya Vinaya, that he is learned and he is also gentle. He is a kind, loving person. So there is a brahmana, and then the elephant. Elephant is more the mode of ignorance. Итак, это про brahmana, а дальше идет слон. Слон находится в гуне невежества. The cow is more the mode of goodness. Коровы находятся в гуне благости. Then a dog, в mode of ignorance. Затем собака, в гуне невежества. The dog eater, also the mode of ignorance. И собакоед также в гуне невежества. So different kinds of people. If we have spiritual vision, we will see them all equally. That is called paramatma, to see the super soul in all the living entities. So surrender is based on these six items. And Bhaktivinoda Thakur wrote songs about each of these six things. He wrote several songs about each of the items. So this song I want to look at tonight. This is about the first item. Accepting the things which are favorable for devotional service. So the song begins like this. Shuddha bhaktta charanarinu bhajana anukula. Bhaktta seva paramasidi primalati karamula. Right? That's the first verse. I will read the translation. Can I find this? Can you find it? Shuddha bhaktta. Shuddha. So Bhaktivinoda Thakur has written, the dust from the lotus feet of the pure devotees is conducive to devotional service. When Lord Chaitanya used to walk on the road, people would come behind and they would take the dust where he had walked. Когда Господь Читания шел по улицам, люди шли за Ним и собирали пыль с дорог, где Он прошел. На самом деле, они собирали не только пыль, они выкапывали там ямы и собирали все, даже до грязи докапывались везде, где ступал Господь Читания. Было настолько сильное желание получить пыль с его лотосных стоп. Однажды, когда Господь Читания был с преданными, они отправились в храм Гундичи, чтобы почистить этот храм. В день перед Радхаядрой обязательно проводится эта церемония очищения храма. Они принесли огромные горшки с водой, чтобы мыть этот храм. Но один девочек приехал с водой, и он threw вода на ноги of Lord Chaitanya Mahaprabhu and washed Lord Chaitanya's feet. And then, he drank the water. He took some of the water in his hands and drank it. Но один преданный, он принес горшок с водой и вылил его на стопы в Шри Читании Mahaprabhu. Он намыл его стопы и, недолго думая, он взял эту воду с его стопы, выпил. He understood this water is very valuable. So Lord Chaitanya was not happy with him because he said this is not proper behavior in the temple. And Lord Chaitanya reported him to his secretary, Svarupi Damodara. And Svarupi Damodara took that man and put him outside the temple. He said, you stay outside. Because you don't know how to behave properly. But, at the same time, they respected his enthusiasm that he was so eager to get the mercy of Lord Chaitanya. Но в то же время они оценили энтузиазм этого преданного и желание получить милость к Господе Читании. It is said three substances are very powerful. There are three things which are very powerful. Есть три очень могущественные вещи. One is the dust from the feet of the devotee. И первое — это пыль с лотосных стоп преданных. The second thing is the water which has washed their feet. Второе — это вода которая омывали их стопы. And the third thing is the remnants of their food. И третье — это их обувь. Остатки. Остатки. О, мой Господь. Извиняюсь. Третье — это остатки пищи. И мы должны понимать, что преданные они не должны давать эти вещи другим людям. Мы не должны никому позволять касаться стоп. если к вам кто-то подходит и пытается втронть сюда стоп, то нет, нет, не трогайте. Потому что в этот момент они передают вам свою карму, когда вытрагиваете сюда стоп. Хотите чью-то карму? We have enough karma of our own, right? We like to give away our karma. If somebody comes and wants to touch your feet, they're going to give you their karma. No, 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 don't touch my feet. Prabhupada also, people always wanted to touch Prabhupada's feet. люди всегда хотели дотронуться до столб Шивы-Правхупады. So Prabhupada would tell nobody should touch my feet. Because all the time people would want to come and touch their feet. You don't want to take all the karma. It's not proper because sometimes people will come and touch the feet and then they will go and do sinful things again. So that's very bad. If they touch your feet and then they go and do sinful things, you have to take karma for them. So nobody could touch your feet unless they're pure. If we have sins, we're not qualified to touch anyone's feet. but if you're pure, then you can touch. But who is pure? Nobody. We're trying to become pure. So the dust from the feet and then the water which has washed the feet just like the river Ganges, that is like the water which has washed the feet of Lord Vamanadeva. Lord Vamanadeva is the dwarf incarnation of Lord Vishnu. And he came to beg three steps of land from Bali Maharaj. Bali Maharaj was the king of heaven. Bali Maharaj was the king So Lord Vamanadeva came to beg three steps of land from him. And with the first step he covered half the universe and with the second step he covered the other half. So he covered the whole universe. But when he was taking his step he took such a step his toe pierced the covering of the universe. But when he did the second step his thumb his thumb protked the surface of the universe. And he made a hole in the covering of the universe. And through that hole the water which was outside the universe that's the kashio ocean. That water came in. and that water flows through the universe and it's on the earth planet as the river Ganges. So the water of the Ganges is a bath water it's the water from washing the feet of Lord Vamanadeva who is Lord Vishnu. So we give great importance to the water of the Ganges water it's very sacred. He said when somebody leaves the body we will wash the mouth out with Ganges water. In the water of the Ganges we put the ashes in the Ganges river. When someone dies we place their ashes into the Ganges it just takes away their sinful reactions. So the water which is washed the feet of Lord Vishnu is there in the form of the river Ganges. Sometimes people go to the river Ganges and they say they look they say oh I'm not going to take bath there. Есть такие люди которые приходят на берег Ganges и говорят нет я не буду здесь принимать омовение. They say look there's a lot of bubbles and foam and mud they go посмотрите она пузырится и какая-то пена и грязь it's not pure она нечистая but people who know they will not hesitate they will immediately go and take bath in the ganga. Но те кто понимают ценность они даже не будут сомневаться они тут же примут омовение в ganga. Just like they have a festival every 12 years called Kumbha Mela. Есть такой фестиваль который проходит раз в 12 лет Kumbha Mela. It's only once every 12 years всего лишь раз в 12 лет. And it's where they go to this place where the gangas meet the river Yamuna. Они приходят в то место собираются в том месте где ganga встречается с Yamuna. And there's a third river which is below the ground which is not visible so the place is called Triveni where three rivers meet together. The name of that place is Prayag Raj. Raj means king. Prayag means king of holy places. And every 12 years they have a big festival there. Thousands of people come and they all take bath. И раз в 12 лет проводится этот огромный фестиваль и тысячи и тысячи народов собираются там чтобы принять омывение. И это празднование оно проходит в середине зимы в январе в самое холодное время. И в это время они все располагаются на берегу реки спят на улице в палатках тысячи тысячи людей приходят туда. So every year devotees they will go there once every 12 years the devotees will be there and they have programs they have preaching book distribution преданные также приезжают туда чтобы проводить свои программы распространять книги ну и конечно же принимать омовение в этой святой реке. You have to go the auspicious time very early in the morning would you like to go? Would you like to go take bath in the freezing cold in the holy water of the Ganga? So that water of the Ganges that is the bath water wash the feet of Lord Vishnu so it's very powerful and the third thing is the remnants of the footstuff of the devotee just like we take prasada we don't just eat food we eat the remnants we keep Krishna's remnants prasada is the mercy of Krishna and third thing is the rest of the food that is we eat prasada what is prasada it is the after the god И когда мы принимаем прасад, мы принимаем остатки пищи Господа. Мы вкушаем еду, которую уже попробовал Кришна до этого. И если вы действительно находитесь в сознании Кришны, то вы можете почувствовать вкус, который оставили губы Кришны на этом прасаде. Потому что когда Господь пробовал эту пищу, Он касался ее своими губами. И таким образом вы можете отведать нектар с Его лотосных уст. Мы читаем Шримад Бхагаватам историю о Нарадамуне, что когда он был маленьким мальчиком, его мать принимала у себя мудрецов и служила им. И Нарадамуне помогал своей матери, она готовила для них, он приносил им эту еду. И когда они заканчивали свой обед, он уносил эти тарелки. И он увидел, что они не закончили всю эту еду. Поэтому он спросил им, могу я взять свои ремнаны? И они сказали, да, извините. И он увидел, что там остались остатки пищи, после мудрецов он спросил, может ли он принять их, они разрешили? И когда он съел остатки пищи этих мудрецов, он получил огромное духовное благо. И когда Прабхупада принимал Прасад, мы всегда хотели получить остатки его пищи. Мы каждый день принимаем Прасад, но остатки после пищи Прабхупады это маха, маха Прасад. Маха Прасад – это из тарелки божеств. Но маха, маха Прасад – это остатки пищи Прабхупады. И тот, кто отведал этот маха, маха Прасад – очень удачливая душа. Кто-нибудь хотел бы получить остатки из тарелки Шрилы Прабхупады? Мы берем остатки маха из великобретанцев и получаем их добрых качеств, мы будем развивать их добрые качества. Когда мы едим остатки пищи чистых преданных, мы получаем замечательные качества. Бывало такое, что Шрила Преупада давал сладкие шарики со своей тарелки. Один предан, он получил сладкий шарик, он оставил на своей тарелке, он подумал, я съем его в последнюю очередь. Обычно мы едим неприятные вещи, горькие вещи в начале, а сладкое оставляем на конец. Он оставил этот шарик на своей тарелке, но преданный рядом не растерялся, и он забрал у него этот шарик. Тут очень разозлился, ты украл мой шарик. Но Прабхупада видел все это и смеялся, он говорил, очень хорошо. Он сказал, что в этот день он сделал огромный шаг вперед, огромный шаг в развитии. Поэтому преданный всегда думает о том, как получить остатки пищи от чистых преданных. В Чайтанья-Чаритамрите описывается, что был один преданный, который ходил к преданным и умолял их отдать им свои остатки пищи. Но когда он попросил остатки пищи одного брамана, он сказал, нет, нет, что ты, ты возвышенный браман, я не могу тебе дать свои остатки пищи. Но этот преданный он не сдавался, у него появился план, как получить остатки пищи. Он купил очень много манго и отправил эти манго в дом этого брамана. Это был очень знаменитый человек. Браман, и ему часто присылали различные подарки, он подумал, ну вот кто-то еще и жителей прислал. Он предложил эти манго, съел их, а косточку выбросил. В Индии нет такого сервиса, где забирают мусор, в Индии делают яму и туда сбрасывают весь мусор из дома. И поэтому брамана и его жена, они съели манго, а шкурки и косточки выкинули в эту яму. И этот браман, он пришел туда, и он смог взять эти косточки и отведать просад от этого брамана. Поэтому те, кто действительно хотят получить остатки пищи, они находят способы. Итак, эти вещи очень могущественны. Особенно пыль с лотосных стоп. Но вы ее не получите, никто вам ее не даст. Но когда Господь Читания ходил по улицам, люди собирали эту пыль. Итак, пыль с лотосных стоп очень благоприятна, а также служение Ващнавам. Служение Ващнавам — это высшее совершенство. И это корень нежного ростка Божественной Любви. Шримад Бхагава там говорит то же самое, что служение Махатмам открывает двери к освобождению. Поэтому мы должны стараться служить Махатмам, как, например, мы распространяем книги Шилы Праупады. Мы служим таким образом Махатме. Шилы Праупады был Махатмой, и распространяя его книги, мы совершаем служение для него. Служая его обществу, мы служим Шриле Праупаде. Итак, мы должны пытаться служить Ващнавам для их удовольствия. Мы все слуги, мы пришли сюда, чтобы служить Кришне. Но мы также служим и преданным. Нам нравится давать Прасад преданным. Иногда нам нравится готовить для преданных. Устраивайте воскресные программы, распространяется ли там Прасад? Есть ли у Вас воскресная программа? Воскресный пир? Есть еще жизнь. Воскресный пир? Воскресный пир. Yes, kind of. В субботу у нас пир. И на сотрудничество на сутки. Мы также проводим программа и commissions. Ту день. Сутки и сутки. И на тюрьме у нас пир. Пусть в жизни? Пусть в жизни. для жизни? да кто вы питаете? кто они дают их? кто дают их? кто дают их? кто дают их? есть много плохих людей? да, плохих людей алкоголики, без работы без работы пенсионеры да спрашивают теперь, где программы будут приходить и хотят прийти на программу some of them ask about programs they want to attend the programs they don't mind vegetarian they like vegetarian они не против того, что это вегетарианская еда им очень нравится они всегда говорят, что это самая вкусная еда they like it very much they say it is the best food oh yeah очень хорошо also we have the tastiest patties it's kind of samosa it's kind of samosa baking 1000 samosas a day 1000 samosas a day 1000 samosas a day we have vegetarian cafe here you have cafe we have vegetarian cafe it's like a buffet people come here they usually don't eat there but they buy patties things like samosas and go take it, take away take away when I worked in the clinic when I saw in the clinic every year we bought some fruit and some fruit and some fruit and some fruit and some fruit Mataji Narangi distributed prasadam when she worked in hospital they bought boxes of fruits washed them offered to Krishna and after they distributed amongst patients they all they all know that it's prasadam but they would take it they take it? yeah fruit, yeah? yes, fruits in Vladivostok they have a thing food for life but they don't like people to know their Hare Krishna but they don't like people to know their Hare Krishna they say if they are Hare Krishna nobody will eat it they will eat it they will eat it they will eat it our people eat and say Hare Krishna yeah, they should we want them to say Hare Krishna if we just give food and they don't know it's prasadam and they don't know Hare Krishna no benefit so service to the Vaishnavas is very very powerful so service to the Vaishnavas is very very powerful we like to give service, we don't like to take service and then the second verse says I observe with great care the holy days like Ekadusi and Janmashtani for they are the mother of devotion madhava titi bhakti janani madhava titi means the holy days the holy days they say here they say Ekadusi and Janmashtani they are festivals we have some temples we have a special program every Ekadusi we have kirtan nice kirtan for everyone on the Ekadusi evening people are working and we have a program they do kirtan maybe a little talking but a lot of kirtan on Ekadusi because it's a holy day every two weeks there is a holy day for Ekadusi we have to observe the Ekadusi we have to observe the Ekadusi we have to observe to Ekadusi ok you are following Ekadusi? yes we have to observe the Ekadusi and we have to see... Никакого зерна, никакого риса, никаких бобовых, никакого хлеба. Однажды я был в Калькутте, и там был Шрила Прабхупада, мы вкушали Прасад, и один предан, он сказал, о нет, боже мой, фасоль находится в Сабджи. Мы все нарушили Икадыше. Джадбатакасвами был в тот момент тоже там, он был очень расстроен, он пошел к Шрилу Прабхупаде, рассказал, что случилось. Прабхупада сказал, что вы будете поститься теперь три дня. Через пять минут он сказал, завтра у вас снова будет Икадыше. Шрил Прабхупада был очень серьезно настроен, касательно того, чтобы все соблюдали Икадыше. И поэтому мы должны напоминать всем преданным о том, что завтра Икадыше, может быть, даже сделать специальный календарь, где-то будет все отмечено. Если вы в этот день устраиваете какую-то программу, то это очень благоприятно. И также Икадыше Прасад. Бхакти Джананани означает мать Бхакти, мать преданности. И поэтому, когда мы соблюдаем эти праздники, наша Бхакти растет. Сейчас идет третий месяц Штурмаси. Штурмаси, третий месяц, означает пост на молоко. В этом месяце мы не должны пить молоко. Первый месяц – это пост на зеленые растения, такие как шпинат. Во втором месяце пост на йогурт. И третий месяц – это пост на молоко. И четвертый месяц – это месяц Картики, месяц Дамодара. И мы должны паститься на Урдал, это белый горошек белого цвета дал. Обычно у вас в России его нет. И в этом месяце также не нужно есть высококалорийную пищу. Протеин – белковую? Белковую пищу. Никакой сои. Никакой сои. Никакой сои. Окей? Никакой сои. Никакой сои. Такой 중요한 момент. И когда мы следуем этим принципам, это помогает нам становиться лучшими преданными, развивать себе преданность. Нужно всегда следить за календарем, смотреть когда Экадыш и какие праздники. Продолжение следует... С почтением и любовью я выбираю своим домом трансцендентную обитель Шри Кришны. Мы бы все хотели жить в святых местах, которые связаны с лилами Господа. Конечно, сейчас мы находимся очень далеко от этих святых мест. И нам нужно создавать свои собственные святые места. Нужно сделать свой дом храмом. Установить алтарь дома. Украсить прекрасными изображениями Господа и святой земли. И сделать свой дом так же святым местом. Включать дома замечательные киртаны и баджаны. И ваш дом превратится в такое святое место. Святое место — это там, где находятся преданные. Когда Видура вернулся в Хастинапур, он много-много лет путешествовал по святым местам. Он вернулся в Хастинапур, чтобы проповедовать своему брату Дритараштра. Видура очень долго не было. И Махарад Шитхистира, он был очень счастлив видеть вновь своего дядю. И он стал прославлять Видуру такими словами, что ты являешься олицетворенным святым местом. Ходячая тиртха. Куда бы ты ни пошел, ты всегда несешь Господа в своем сердце. Это ты делаешь место святым. Это именно преданные делают святое место святым. Потому что там, где преданные, там обязательно будет киртан, обязательно будет повторение святого имени. И таким образом место становится святым. И нам нравится посещать такие места, быть рядом с такими местами, где мы чувствуем эти духовные вибрации. Я стану посещать все места, где мой Господь Горосундер явил свои игры в обществе его возлюбленных преданных. Многие преданные на Картику, они ездят в Индию во Вриндаван, чтобы провести этот месяц в святых местах. В это время они совершают парикраму по всем двенадцати лесам Вриндавана. Начинай в первый день Картики и кончай в последний его день. И огромное количество преданных они принимают в этом участие, они ходят по святым местам, каждый день присоединяются к этим парикрамам. И многие преданные делают это босиком, не нося обувь. И на самом деле это очень непросто, потому что очень много камней на дорогах, дорога бывает неровная, также она может быть очень горячей. В начале месяца дороги очень жаркие, а в конце месяца они становятся очень холодными. Это как раз идет смена погоды, с горячего, с жаркого сезона переход в зиму. Но многие преданные они ценят и наслаждаются этим временем, они каждый год отправляются в парикраму по святым местам и совершают там пешие прогулки. Каждый день они услышат, какие места они посетили, в каких деревьях они находятся, и они услышат о лилах, которые проходили там. Это отличный способ отвязаться от материального мира. Мы очень привязаны в этом материальном мире к своим домам, квартирам. И это очень благоприятно, отправиться в святые места и почувствовать это отречение. Спать на улице каждый день. Принимать омовение в реке каждый день. Я думаю, что это было бы не так, что это было бы не так. Прабхупад был везде, и это произошло в США. Прабхупад был везде, и они приехали в этой большой деревне. И они увидели, что там было много бурт-дроппинга на земле. Прабхупад pointed к бурт-дроппингу, и он сказал, «Однажды на утренней прогулке Прабхупада в Америке проходил мимо большого дерева, и он заметил помет птицы вокруг этого дерева. Он указал преданным на эти следы и сказал, что о чем это вам говорит». И один из преданных, он сказал, «Прабхупада, но это птичий помет». Прабхупад сказал, «Я знаю, но вам это о чем говорит». И Прабхупада сказал им, что это значит. Он сказал, «Смысл был таков, что даже птицы привязаны и прилетают в одно место, чтобы там испражняться». Но когда вы отправляетесь в Парикраму, вы чувствуете это отречение, вы отрекаетесь от многих вещей. Они говорят, «Когда вы куда-то едете, и останавливаетесь в трехзвездочном отеле». «То есть там всего лишь три звезды, но когда вы идете в Парикраму, там много звезд. «Полное небо звезд». «Это самый замечательный отель». «На земле Вриндавана». «На земле Вриндавана». «Дальше. Теперь четвертый раз. «Моя mente всегда просит за возможность услышать музыку Меданга. Когда слышать этот тип киртан, орденый Господь Чайтанья, моё сердце танцает в эстаси». «Я всегда хочу слушать мелодичные звуки Мриданги. Когда я слышу киртан, принесённый Господом Шри Чайтанья, моё сердце танцует в экстазе». «Сегодня Прабу очень хорошо на Мриданге играл». «Очень хороший игрок на Мриданге». «Это очень приятно слышать, когда хорошо играют на Мриданге. Мриданга и каратал — это инструменты для движения Сан-Киртана. Когда Прабхупада был маленьким мальчиком, его отец хотел, чтобы тот учился играть на Мриданге. А в семьях иногда думают, что лучше отправить мальчика куда-нибудь учиться в Лондон, чтобы он стал юристом. Но отец Прабхупада был категорически против такого. Он сказал, «Нет, я не хочу, чтобы он стал недостойным Мридским человеком». Прабхупада's father had him learn to play в Мриданга, и then he gave him also deities, Radha-Krishna deities, when he was a young boy, to worship Radha and Krishna deities. Его отец, он хотел, чтобы он играл на Мриданге, и он дал ему Божества, Раду и Кришну, чтобы тот служил. Поэтому Киртан очень важен для нас, и нам нужно, чтобы у нас Киртаны проходили регулярно. Также вы должны устраивать Киртан у себя дома. Одна женщина пожаловалась мне, «Когда я устраиваю Киртан дома, мои дети убегают». Я посоветовала ей, чтобы она с детьми устраивала Киртан. «Да, но они убегают». Нужно их тренировать. Нужно заставить их заниматься Киртаном, участвовать в Киртане. Они могут быть лучше, чем мы. Киртан очень важен. Некоторые люди не могут повторять Киртан, поэтому пусть они участвуют в Киртане. Киртан – это самое безопасное место во всей Вселенной, во всех четырнадцати мирах. И так далее. И так далее. «Боя beholding the deity form of the divine couple, Shri Shri Radha Krishna, I get the greatest joy. And by honoring the Lord's prasada, I conquer over all worldly illusions». Со сердца муртии Божественной Читы, Shri Radha Krishna, я испытываю величайшую радость. Почитая прасад Господа, я превозмогаю мирские заблуждения. Бхакти Винута Кур был грехаста. Он был дом. 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 Он был двенадцать детей. И у них в доме были божества, и они служили этим божествам. И Бхакти Винута Кур сказал, что дом становится Галлока Вриндавана. И Бхакти Винута Кур сказал, что дом становится Галлока Вриндавана. Едина грехи бхаджина дегхи грехи тил Галлока Бхая. Он сказал, что когда я служу моим божествам дома, мой дом становится Галлока Вриндавана, он становится Духовным миром. Если вы живете как Хиранья Кашипу, то ваш дом как темный колодец. И Прохлада Махараджа проповедовал своему отцу, что ты живешь в колодце, тебе нужно выбраться из этого колодца, из этого темного колодца и отправиться в лес. Уйти в лес. Находиться в доме с непреданными, с материалистичными людьми, это жалкое состояние, депрессивное состояние. В таких домах все обычно ссорятся, кричат друг на друга, постоянно происходят какие-то конфликты. Очень много злобы, очень много ссор, очень много драк в таких домах. Такое место совсем не является благоприятным и приятным. Это подобное тому, как животное находится на дне колодца. Она не может оттуда выбраться, она находится в безвыходном положении. И поэтому Прохлада Махарадж сказал своему отцу, что ты должен уйти в лес. Когда мы стареем, мы должны уходить в лес. В ведах говорится, что с 50 лет человек должен стать ванапрастхой, он должен уйти из дома и жить в лесу. Но преданные они отправляются в святые места. Мы должны подготовиться к следующей жизни. И на это требуется время, чтобы отрезаться от всех этих материальных вещей. И мы можем отрезаться при помощи того, что мы уезжаем в святые места, мы служим божествам, мы занимаемся духовной практикой. У многих есть божества, но единственный способ, как они им служат, это предлагают Просад. Они не делают никакого арати. Не предлагают никакой киртан. Они просто предлагают еду и не принимают Просад. Мы должны проводить арати, мы должны петь киртан. А не только предлагать еду и забирать Просад. Но, конечно, получить Просад – это очень хорошо. Лучше предлагать, конечно, чем не предлагать. Итак, Бхахтимин Атакури написывает эти вещи, которые являются благоприятными для преданного служения. Мы попытаемся спеть этот баджан вместе. Есть и текст у всех. Кто-то хороший певцы? Кто-то хочет спеть? Кто-то хороший певцы? Мы все ждем, чтобы петь. Мы все ждем, чтобы петь. Судха-бхаката-чарана-renу-бхаджана-ану-кула Судха-бхаката-чарана-renу-бхаджана-ану-кула Бхаката-сева-парама-сидхи-при-малати-караму-ла Бхаката-сева-парама-сидхи-при-малати-караму-ла Мадхаватитхи-бхакати-джанан-ни-чатаны-палана-кари Крейшна-бхазати-бхазати-бхали-парама-адара-бхари Кришна-басати-басати-боли-парама-адхара-бори Гора-мара-иста-пастан-карала-брама-на-ранге Гора-амара-джа-басан-стан-карала-брама-на-ранге Се-сапастана-хири-бо-ами-prаная-баката-санге Се-сапастана-хири-бо-ами-prаная-баката-санге Мридангабадья-шу-нитиманна-абасара-садая-че Мридангабадья-шу-нитамон-абасара-садая-че Гора-бихи-ти-киртана-шу-нитиманан-диридхая-на-че Гора-бихи-та-киртана-шу-нитиманан-дахриду-я-на-че Джугаламурти-декти-амора-рама-анан-дахриду-я-на-че Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... ... 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 картика, там пост на головы, на белки, на белковую пищу. Но в России у нас очень хорошее условие, и довольно холодно, и работать приходится иногда тяжело, где, ну как, то есть для белки нам нужно, для здоровья, как в ней укладывается, как можно спаститься в России. Такой вопрос, что Вы сказали, на картику нужно поститься, особенно в четвертый месяц, пост на все, что содержит протеин, высокобелковую пищу, но в России это бывает очень тяжело из-за холодов, морозов, и особенно когда работа тяжелая, это же очень вредно для здоровья, вот поэтому такие сомнения в умере, то есть как соблюдать правильный этот пост, и так, чтобы не вредить здоровью. You said that we should fast on картика, and on first months we should fast on protein, high protein food. But in Russia it's difficult to be on this diet, because some people work hard, it's very cold here, and it could damage your health, how to fast, and not to make harm to your health. Well, you have to know, what is, what your body needs. Вы должны понимать, что требуется вашему телу. The rule is no white or dull, that's the main thing you're not supposed to take. But you don't have that in Russia anyway, so it's not a problem. Главная вещь в том, что вы не должны есть урт-далл, но в России его все равно нет, поэтому это не проблема. Горох не считается? Горох слышишь какой-то дарл? Урад-далл, it's not the same. Урад-далл, горох, это не то же самое. What? Урад-далл. Урад-далл, это как раз то, что это... What about them? What are you asking? Peace, 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 green peace, урад-далл. It's not green. It's not green. Он не зеленый, то есть наш горох это не то. White. I think it's white. Да, белый, именно белый. Ну, ты что и белый? Ну, вот ну сказали НИИ. Ну, сказали только НИИ. If you go to South India, they use it a lot in South India to make the thing they eat in... In South India, they eat something called идоли and dosa. And it's made with earth dhal. It's made from this earth dhal. А если вы поедете в Южную Индию, то там готовят такие блюда, как идоли и доса, и они сделаны из этого уддала. So, that's the main thing. Да, это главная вещь. Don't eat meat. Не ешьте мясо. Да, да, да. А еще можно вопрос? You want protein? You can take pumpkin seeds. The seeds of pumpkin. А если вам нужен белок, протеин, вы можете есть семечки тыквы. They have protein. High protein. Там высокое содержание протеина. It's protein. There are many things with protein. Есть много продуктов, содержащий белок. She has another question. What? Can she? She has another question. Еще вопрос про Шаренага. Это очень такой глубокий процесс. И мы сейчас, я сейчас понимаю Шаренага на уровне теории, на уровне информации, что Господь наш является защитником, нашим лучшим другом и покровителем единственным. Но все равно внутри остается какой-то момент, что я надеюсь на что-то еще страх. Ну, не то чтобы страх, но все равно есть надежда, что что-то еще может мне помочь. Но вот на уровне программы, подсознательной какие-то вещи. И как нам Шаренага действительно будет предаться по-настоящему внутри, не на уровне теории информации? Вопрос прозвучал по поводу Шаренага. Итак, мы воспринимаем это знание теоретически, то есть мы теоретически воспринимаем, что Кришна наш защитник, он тот, кто нас поддерживает, наш лучший друг, но все равно мы надеемся на какие-то другие вещи. И как же действительно, не теоретически, а на самом деле испытать Шаренага, испытать преданность, это предание Господу. You talked today about Шаренага, so we understand it just theoretically, we don't understand it deeply, this process. We know on the level of information that Кришна is the maintainer, he is our protector, he is our best friend. But in real life, we depend on many things, we ask for shelter in other places. How to understand this deeply and really, not just theoretically? By chanting the holy name. Это можно сделать повторяя святое имя. Через очень внимательное повторение. И Кришна, Он даст вам это понимание через сердце. Гурмахараш, вы сегодня два раза упомянули о том, насколько священны воды Ганги и насколько они могут очистить нас. Но я слышала такую информацию, что по пути течения Ганги во Вриндаван, во-первых, стоят города, какие-то фабрики, которые туда сточные воды свои сливают. А во-вторых, насколько я помню, в этом же процессе ее воды забираются на орошение. И что через Вриндаван течет уже не Ганга, а не помню, что. И, ну, то есть, насколько это правда. И если это так, то остается ли там духовная сила Ганги, если физически там течет уже что-то другое. Урмахараш, сегодня вы говорили о том, что важность Ганги во Вриндаван, насколько священна она, и насколько это может пурить нас. Но я слышала информацию о том, что через Ганги во Вриндаван, какие-то городы, какие-то факторы, и они потратили священную воду. И, как я помню, Ганги во Вриндаван, они также используются для irrigации. Поэтому, когда это происходит в Вриндаван, то есть почти ничего не осталось от Риндаван. Поэтому, когда мы берем отдых в Вриндаван, то есть, если у нас нет ничего осталось от Ганги и их природные качества? Ну, Ганги не приходят в Вриндаван, а это Шимуна. Я не ошибаюсь, не Вриндаван, Майпурда. Или, может, я слышала о Ганги во Вриндаване. Да, мы знаем, что Ганги во Вриндаван довольно погружена. Но, да. Ганги во Вриндаван, которая протекает во Вриндаване, и да, Ганги во Вриндаване действительно очень сильно загрязнена. Но, зато очень много воды в Ганге. Это очень большая река. Это очень большая река. You know, if you go to place like, if you go to Ramakili, near to Ramakili, where Kanai Natsala is, if you go there to these places in Bengal, the Ganga is like an ocean, it's just huge, it's so white. If you go to Ramakili, там есть такой участок, где Ганга, у нее не видно берегов, она подобна океану. Это огромное количество воды, она чистая и белая. И она не стоит там, она течет, очень бурно течет, стремится к океану. Некоторые преданные, они садятся в лодку на Ганге и плывут по ней, и это подобно гонке. Эта скорость течения настолько велика, что даже мотор не нужен. There's so much water, you know, that you can't think all the water is contaminated, you know. There's so much wildlife there in the Ganga, there's, you know, turtles and there's, 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 there's porpoise also, porpoise, you know, they jump up and come out of the water. And there's so many fish there, they're living in the Ganga, they've survived. В Ганге находится огромное количество живых существ, и там есть пороги, но все равно они выживают. There's so many people maintain their lives just fishing in the Ganga. Многие люди поддерживают себя тем, что они рыбачат на Ганге. So, some pollution will be there, everything is polluted in the Kali Yuga. Конечно, есть какое-то загрязнение, все загрязнено в Kali Yuga. But still, the spiritual potency of the Ganga is there. Но так или иначе, духовная сила Ганги, она там. And there were great devotees of Mother Ganges, like Kolavika Shridhar used to worship Mother Ganges every day. Были такие великие преданы, как Kolavika Shridhar, который был предан матери Ганге, и он служил ей каждый день. Sarvabhauma Bhattacharya and Gopinathacharya, they were great devotees. Gopinathacharya used to worship the Ganga, and Sarvabhauma Bhattacharya used to worship Lord Jagannath. So, one was worshiping the Lord in the form of water, as the Ganges, and the other was worshiping the Lord in the form of wood. Были два великих преданы, Sarvabhauma Bhattacharya, и... What is the second name? Could you repeat? Sarvabhauma Bhattacharya and... Gopinathacharya. 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 Then what about Yamuna? Is it so much polluted? Well, we saw when there was a lockdown, you know that Yamuna was completely transformed. It became very nice, very beautiful. Yamuna was very badly damaged, but during the lockdown it was cleaned and very badly changed. So the government needs to take more action to stop all this pollution. Конечно, государство стоит предпринять какие-то действия решительные, чтобы очистить ее от загрязнения. And you can go up to Himalayas, go up to Yamunotri, the source of the Yamuna, and Gangotri, and Yamunotri, the source of the Ganga, the source of the Yamuna, up in the Himalayas. There you get the purity. If you want to go up to Himalayas, you need to go up to Himalayas, Gangotri, or Yamunotri, where Yamuna takes its beginning. There will be the most clean water. Yeah, it's the same. Okay, please. Thank you. Okay. That's all very nice. Please. What did you give to Khabarovsk? Okay. . He has bits from Khabarovsk. What did you give to Khabarovsk? Битц, 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 четки. Битц, да, передали четки. И что вы хотите? Вадим Прябу. Вы хотите, чтобы вам Махарадж передал? Через него кто-то передал четки. А, через него? Я не поняла просто вас вадим Прябу. Через него четки? Вадим Камар, да. Семь Битц. Семь Битц. Да, у меня есть это. Да, у тебя есть это. Да, у меня есть это. Вадим Камарадж. Вадим Камарадж, завтра. Я не знаю, кто передал. Махарадж даже не знал, кому передали. Он сказал бородачу, у меня порубить. Я сказал, пару порубить. Он сказал, что человек с битцом, но он не имеет битцом. Все, да, 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 да. It's too late. Битц. Битц, все-таки. Битц. Битц. Бины, бобы. Битбэг. Мешочек. Ой! Кожа. Поздравляю. Арибоу! 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 Арибо's. Арибоу! Арибоу! Арино! Ариро! Арибоу! Арино! Может отπαades! Можетrendа! Захант даму! Ждем жмей! Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok